Доброе утро! Встречаю его вот в таком чудесном месте. Это очередные ворота, их несколько. На всей территории храмов. Я так понимаю, когда-то это был один большой комплекс, разделенный на множество храмов, потому что все они сконцентрированы на относительно небольшом участке земли. Похожи чем-то на Паганское царство, которое я изучал и на котором путешествовал в Мьямне. Сегодня у меня четвертый день путешествия по Камбодже. Заключительный. Завтра самолеты. Сегодня я хочу закончить большой круг. В общем, два круга. Зеленый и красный. Зеленый это маленький круг и красный это часть общего большого круга. Получается зеленый и красный это один большой круг, состоящий из двух маленьких. Зеленого и красного. Вот. По планам у меня сегодня красный. Там не так много осталось достопримечательностей. Основные я уже посмотрел за эти три дня. Вот сегодня четвертый день. Немножко вымотан я, потому что очень много хожу, не успеваю кушать и вот в таком ажиотаже проходят дни, день за днем. Вот. Хочу показать вот это вот еще красивое, интересное дерево. Смотрите, какая прелесть вообще, какие корни у него. Первая достопримечательность сегодня в буддийском монастыре Прикам. Очень интересное и короткое название. Легко запомнить. Вот это главный вход. Почитал его историю. В общем, внутри есть деревья, которые служат опорой некоторым строениям, которые привносят определенный колорит. Вот сейчас мы это деревья и будем искать. Наверное, что-то подобное мы увидим, как увидели вчера в монастыре, в котором снимали фильм «Лара Крофт. Расхитительница гробницы». Вот так все тут загадочно начинается. Да, очень красиво, как всегда. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Люди в основном ездят по самым распиаренным, популярным местам, которые когда-то отфотографировали первые разы. И эти фотографии укрепились, эти понятия, эти представления закрепились в головах. И все думают, что там красота. Но вот здесь есть возможность почувствовать себя именно в таком состоянии, когда ты первооткрыватель. Потому что здесь нет людей, здесь не так все прибрано, не так все сложено. То есть люди не до конца закончили реставрацию. И ты когда гуляешь, смотришь, и тебе кажется, что ты некоторые моменты, вот только ты их увидел, и ты открываешь новое что-то. И вот эти чувства, это очень волшебно. Вот посмотрите, разве это не прелесть? И таких нюансов очень много. Находиться здесь в отсутствии людей, это бесконечное богатство. Поверьте, людей здесь, туристов очень много. И вот посмотрите, везде я вот хожу один. Так загадочно. Это очень бесценно. То есть вот такие вот места. Я еще раз напишу в описании, как сюда доехать. То есть прям рекомендую, если у вас мало времени, выбирать между храмами, то бы я выбрал вот этот храм, чем самые популярные, которые отмечены на всех картах. Ну кайф, ну кайфить, да? Вообще, посмотрите, вот этот коридор сквозной. В общем, я тут залип. Время движется. Хочу уехать немножко в сторонку. Мне не дает покоя один кадр. Я сделал его с земли, но мне хочется сделать его бесконечно с воздуха. Я попытаюсь все-таки сейчас за вбок уехать, с леса взлететь. И настигнуть этот храм с моим дроном. И сделать эту фотографию. Которую мне очень-очень хочется сделать. Ну что, будем пробовать. Смотрите, друзья, какое озеро. В нем растут деревья на маленьких таких кочках. Вот здесь-то никаких запретов на полеты нет. И я с удовольствием тут полетал, поснимал. Надеюсь, вам понравится. Такая красота. Одинокие деревья среди целого озера. Смотрится, конечно, все это очень грандиозно. Таких картин очень тяжело найти где-то по миру. И я прям рад, что случайно, буквально, просто проезжая мимо озера, увидел сквозь лесок, такой не сильно, в общем-то, редкий, что торчат одинокие деревья. Остановился, запустил дрон и полетал. Вообще обалденное место. А чуть дальше будет вход в храм. Будет такая насыпь. Сейчас пойду снимать. К сожалению, кончился заряд на дроне. А дополнительный аккумулятор я не взял, потому что они у меня все здесь повздувались непонятно, из-за чего один остался живой аккумулятор. Погнали дальше. КОНЕЦ Так, второй на сегодня храм. Имя у него Ник Пин. Он находится на острове, который посреди огромного озера. Озеро квадратное, и поэтому можно сделать вывод, что оно искусственное. И на этом озере я вот сейчас летал здесь. Посмотрите, какая красота. Вот эти вот одинокие деревья, растущие на кочках, очень круто смотрятся. Посмотрим, что там внутри в этом храме и в чем его, так сказать, особенность по отношению к другим храмам. Что ж, собственно, это центр храма. Он окружен такими бассейнами небольшими, вот с этой стороны, вот один там, и на другой стороне. Такой вот храм, центр, и небольшие еще такие тоже храмики. Видимо, он олицетворяет что-то связанное с водой, потому что его можно назвать водным храмом. Вот, может быть, какая-нибудь богиня плодородия, или бог дождя, бог реки и воды, и так далее. То есть, надо почитать историю. Но то, что он связан с водой, это однозначно, потому что он, собственно, в воде возведен. Вот, может быть, здесь было озеро, может быть, вода здесь искусственная как-то создана, заведена. Но тем не менее, вот такая вот красота. Да, она тоже говорит об этом. Красиво говорит тут, красиво. Согласен. Так, ну, особо тут не поснимаешь. Интересно было бы над ним полетать. Тут нет охраны, никто не гавкал бы. Издалека можно запуститься, было бы, но косяк в том, что сел аккумулятор последний. Вот, но будет повод вернуться. У меня местная девушка склеила. Говорит, пойдем, говорит, ко мне, мальчик. Пойдем в лес, я тебе город, говорит, покажу. Ну вот, иду с ней в лес. Что она мне там покажет, какой город сейчас будем смотреть? I say you very beautiful and Russian girl so very... I say you very beautiful woman in Cambodia. Я зашел покушать рядом с храмом кафе. Вот оно вот так вот выглядит. Склонили меня девчонки, которые зазывают народ. В общем, по ценам, вот это вот стоит 3 доллара. 74 курс. Ну сколько? 231 рубль. Вот так вот подается ложки-вилки в воде. То есть мне дали водичку, рис и овощи. А в городе то же самое можно купить в два раза дешевле за полтора, за два доллара. Вот так как здесь удалено от города и плюс как бы рядом с храмом, то есть ты заколебался, устал, зашел, посидел, поел. В общем, удобно и в принципе недорого. Изначально цена вот этого всего было 5 долларов. В меню оно стоит 7 долларов. В общем, в итоге я сторговался за 3 доллара вместе с водичкой. Так что не забывайте торговаться. Это всегда работает в каждой стране. Вот казалось бы, совсем маленькое, молоденькое дерево, да, и когда строили дорогу, покрывали ее асфальтом, оно было совсем крохотным. и посмотрите, его не спилили, его сохранили, оставили и просто разметкой чуть обвели в сторону. Ну, это потрясающе вообще. Я просто не перестаю удивляться Камбодже, насколько все это тут человечно, все ценят и уважают природу. Просто потрясающе. Вот смотрите. Ну, классно же. следующий храм называется он Тасом Темпл, Тасом Храм. Сейчас мы его тоже немножко поснимаем. Такой скромненький вход. Не тикет? Может, нет тикет? Не, почему не? Я у меня тикет. Да, это очень интересно. Третий на сегодня храм. Еще впереди четыре точки, четыре чекпоинта. Что, что за места, я, честно говоря, не разбирался, не смотрел. Ну, наверное, тоже какие-то храмы. Везде храмы, ох уж эти храмы. Ну, красиво, конечно, здесь можно гулять бесконечно. Очень красиво, очень загадочно. И каждый храм чем-то отличается. В каком-то больше природы, в каком-то больше камней. Но все, все очень интересные для посещения. Так что, обязательно и большое кольцо, и малое кольцо нужно посмотреть. Можно успеть за четыре дня, но лучше, как я говорил, уже дней семь-восемь брать, чтобы делать дни отдыха, потому что очень сильно выматывает жара, и очень тяжеловато постоянно ездить, смотреть. соблазнился, и я опять на рисунке. Вот этот гайс очень хорошая фотография делает. Молодец, пацан. Пять баксов. Главная фишечка этого храма. Вот оно. Гляньте, какая красота. Гляньте, еров Один следует сооружить. И электроспект студенetzung 皇ri його bear ig за 10 долларов можно купить вот такую вот маечку и можно купить вот наподобие такого такие вот штанишки 700 рублей друзья и пакетик handmade из местной газеты ну круто же круто не здесь не такая дешевая как одежда хотя качество футболок нормально я вот ношу стопроцентный хлопок доволен следующий храм 4 по счету сегодня называется он восточный мебон сейчас поговорил с парнем который пробит про проверяет билетики спросил у него сколько он получает зарплату в месяц он сказал что 200 баксов это сколько это 15 тысяч рублей 14 800 14 840 по нынешнему курсу и работает он 3-4 дня в неделю на жаре с утра до вечера со скольки с 8 наверно 7 до 5 5 30 и так восточный мебон смотрите какая красота прям аккуратненько смотрите на близкие отдувает ветер пойдемте к эту картину сейчас заснимем такая вот тут гладь прям кладка интересный камень совсем другой пористый и опять я начинаю чувствовать сожаление о том что у меня нет собой аккумулятором дрону здесь большие территории можно прятаться в лесу и запросто летать и никто не будет там тебя искать как например в ангур вате нам вообще палево вот слоник какой у отсюда клевый ракурс а 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 опять же не самый популярный храм но очень красивый очень большой и посмотрите вообще нету людей я еще ни разу не пересекся ни с кем уже двадцать тридцать минуты здесь гуляют где-то на той стороне там слышу голоса а вот там вот но как бы вообще людей нету это здорово здорово что есть такие моменты и такая возможность побыть наедине с историей помечтать пофантазировать очень круто очень красиво сделали подпорки потому что башня со временем рушить а а а а а а а а очередной храм на сегодня 6 называется он прерву здесь народу побольше поживее опять же тут рисуют ребята рисунки похожи good job my friend good job very beautiful you talent 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 man and и в общем то мы не будем по нему сильно разгуливать потому что уже три часа через два часа начнет смеркаться вот и собственно он очень похож на предыдущий храм поэтому в общих чертах пробегусь красиво если бы я сюда попал храм который первый был бы я бы был бы конечно сражен на повал но это не первый храм но я все равно сражен на повал потому что конечно это все очень удивительно опять ступеньки по полметра высотой прям до коленку и градус такой что прям ё-моё красивые цветы давайте сбоку зайдем наверх и вот с и буду поломат у не у ну и далее и и не Там закрывает большое кольцо, Бантэй Ктэй называется он, и мы идем внутрь. Время полпятого. Вот, честно говоря, я просто безумно устал. Сегодня находился просто, не знаю, сколько километров, 10, наверное, нашагал точно в ход. Дальше нельзя пройти, но до основного храма, как правило, ведут очень длинные-длинные дороги. Пешеходные катаются на байках только местные, торговцы и охрана. Насчет охраны, кстати, очень круто, очень организованно, мне очень это приятно. Нигде нет мусора, везде идеальная чистота, это очень здорово. Люди прям молодцы, никто не мусорит и здесь регулярно убирают, это видно. Везде по несколько человек охраны на каждый объект, на каждую достопримечательность. Будь то храм или просто ворота сквозь, которые проходит дорога, по которой ездят просто обычные туристы, не обязательно, которые посещают храмы. И там прикреплен человек, и вот он следит за порядком. То есть взлетаешь в дрон, подходят, спрашивают, где разрешение на полеты. Ну, залазишь куда-то на камни, тебе говорят, ну-ну-ну, там как бы не нужно это делать. То есть они понимают, что это их хлеб, и они пытаются максимально сохранить то, что у них есть, вот это вот величайшее наследие. Это очень круто, очень здорово. Стоит поучиться этому всему миру. Чистота идеальная вообще, нигде нету ни стаканчиков. Вот около аэропорта меня расстроило, я думал, здесь везде так. Но то, что касается самого Анкорвата, вот этого комплекса храмов, very best, очень круто. Очень чисто и здорово, молодцы. И так, крайний храм, и едем пить в Starbucks кофе с соевым молоком. Очень холодно. Очень холодно. Тай-лэк. Синк, синк. Да, 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 да. Синк. Варган Варган Немного названия Варган 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 Спасибо, мой друг Итак, друзья Кому-то из вас достанутся Два этих Варгана Я купил их И подарю Каким-то двум счастливчикам Этот замечательный музыкальный инструмент Натуральный Из бамбука О, вот это красиво, конечно Конец дня Вообще не души Это Старая местная библиотека Красивый Красивый очень цвет камня Сейчас сделаю красивые фотографии Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Все о чем я мечтал Это о холодном кокосе Который продают вот здесь Прям на входе Вот такой вот наборчик Кокос холодный Холодный ананас почищенный И бутылочка воды на сдачу Обошелся мне в 2 доллара Представляете 2 доллара такая роскошь Жара под 40 И тут холодный кокос Даже не в черте города Рядом с храмом Ты нагулялся весь Зажарился И тут тебе такой бонус за 2 доллара Просто фантастик Фантастический народ камбоджийцы Всегда улыбаются Наивно обижаются Если ты покупаешь Не у нее Допустим у соседа И это целая прям Трагедия Они дуются как маленькие дети Это очень забавно выглядит Вот Завтра самолет Сегодня я сдаю байк И завтра днем буду гулять по городу И в 4 часа у меня самолет Самолет до Шри-Ланки В который меня скорее всего не пустят И придется прям в аэропорту покупать билет До Москвы И ехать домой Итого Путешествие по 3 странам Заняло у меня Месяц и 8 дней Вот О своих впечатлениях расскажу Немножко попозже Сейчас чуть отойду От прогулки Подходит к концу мое путешествие В Камбодже Сегодня у меня вылет в 4 часа И хочется подвести какие-то итоги Вчера я закончил путешествие по храмам Объехал, как полагается, большое и малое Малый круг Кольцо, круг, без разницы Хочется поделиться немножко впечатлениями Дело в том, что Камбоджа вообще очень большая страна Можно много и долго по ней путешествовать Есть и выход к океану, к морю Есть пустынные такие места Есть и тропики, и горы В общем, очень много интересных мест в Камбодже Но не так было много времени У меня выделено на эту страну И в планах было посетить еще другие страны Это Шри-Ланку И закончить в этом году путешествие по Азии и Индии Но так как бушует вирус Закрыли Шри-Ланку, закрыли Индию А у меня билеты на Шри-Ланку невозвратные Я вот не знаю, что делать То ли продолжать путешествовать по Камбодже и съездить к морю То ли, собственно, пытаться прорваться в Шри-Ланку И если нет, то оттуда дернуть уже домой Потому что ситуация с каждым днем меняется Можно не попасть в страну свою Или попасть в карантин Не знаю, в общем, через 3 часа буду думать, что делать Но сейчас не об этом Впечатления мои о Камбодже Я посетил именно храмовую часть Камбоджи То есть есть несколько видов путешествий по этой стране Вот меня интересовали очень храмы Я хотел посмотреть Ангкор-Ват Сделать фотографии эти самые легендарные И в сжатые сроки, в общем, здесь попутешествовал 5 дней Отснял, что мне хотелось Но это только маленькая часть путешествия по Камбодже То есть если хочется посмотреть, проникнуться в культуру Посмотреть разные регионы, где есть больше зелени Или наоборот больше пустыни То нужно ехать прямо на несколько недель и ездить по всей стране Я думаю, я вернусь сюда еще обязательно Но немножко с другими целями И немножко попозже Сейчас у меня была цель посмотреть Ангкор-Ват Я полностью удовлетворил свои потребности Что хочется сказать об этой стране Она очень гостеприимная, очень открытая для туризма Здесь со всеми можно договориться Можно отдохнуть недорого Практически все торгуются, скидывают цену Это что касается финансовой части То есть путешествовать недорого Кушать недорого, жить недорого Дороже немного аренда байков Но опять же можно найти подешевле и сторговаться Очень мне нравятся, понравились здесь люди Очень гостеприимные, улыбчивые, очень добрые То есть я вообще в бесконечном восторге Мне очень напомнили вот эти люди Они в принципе в Азии все открытые Но вот там Ямна, Бали, Филиппины, Камбоджи По-моему, на мой взгляд, лидирующее занимает место По открытости, доброжелательности Тут абсолютно вот за 5 дней не было Никакого проявления агрессии в мою сторону Водят все спокойно, адекватно Никто не грубит, не хамит Ну просто идеальное место для такого морального отдыха Когда люди абсолютно неконфликтные Все очень добро, с улыбками, мило Это что касается людей Ангкор Ват, ну просто выше всех похвал То есть это та самая аутентичность Которую хочется увидеть Хочется окунуться в историю древности И здесь это можно вот в полной мере сделать Мне это напомнило также Ямну Когда я ездил по Паганскому царству И изучал пагоды, ступы Здесь примерно то же самое, но побольше туристов Но опять же, коронавирус сыграл свою роль И туристов было не так много И поэтому я сделал все фотографии, которые хотел Вес туристов, это большой тоже клип Вот очень похоже с Ямной По ощущениям Ну конечно это разные культуры, разные строения Разные века И вообще все разное Но очень похоже с ощущениями, с чувствами Которые я испытывал Что я там чувствовал себя первооткрывателем Человеком, который увидел это впервые Да, вот это вот все Как будто я первый на земле открыл это И здесь то же самое Были моменты, когда я гулял по храму абсолютно один У меня было чувство, что я просто открыл какой-то новый континент Это очень классные чувства И желаю всем их пережить Именно за этим я сюда и ехал Так что если вы так же любите вот такие вот переживания Камбоджия, она отличная страна для путешествий Причем не нужно никуда ехать Если в Ямне нужно ехать с аэропорта в другой город Все это очень сложно организовать То здесь вы прилетаете в Сиэмри И отсюда снимаете байк и катаетесь Можно на неделю сюда стартануть Как бы тур выходного дня Если позволяют финансы Все это очень доступно Просто и промониторить дешевые билеты И вот отличные выходные или праздничные дни Можно провести в Камбодже Полностью окунуться вообще в другую культуру И в другую природу В общем, Камбоджия рекомендует для путешествий Очень-очень гостеприимная страна Поехали дальше Субтитры сделал DimaTorzok